Доброго времени суток, друзья! Мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту Evolution RP. Очень надеюсь, что это будет заключительная часть. Хотя на этом острове есть на что посмотреть. Очень много всяких интересных решений, уникальных решений. Но на все просто не хватит времени и сил. Напомню, что в прошлой части мы остановились на том, как я купил автобус, который принадлежит к платному дополнению, которого у меня нет. И с этим автобусом я ничего не смог сделать. Так этот бедолажка автобуса у меня и стоял до тех пор, пока я не позвал на помощь человека, который вошел в мое положение и любезно согласился мне помочь. Как оказалось в разговоре, такая ситуация у него уже была. Он уже встречал человека, который точно так же купил вот этот автобус и ничего не смог с ним сделать. Он ему так же помогал перегонять его в гараж. То же самое он предложил и мне. Давайте поставим его в гараж, а там потом типа разберешься. Ну, выбора у меня особого нету. И мы с Романом отправились в ближайший гараж. А именно так зовут этого человека. Его игровой ник Роман Ставирус. Оказалось, что он с самого начала открытия этого проекта здесь играет и находится. Естественно, для меня он был просто как кладезь всяческой информации. У него я много чего узнал и в дальнейшем вы это услышите. Ну и как видите, мы подогнали машину к гаражу. Но проблему-то это не решило. Деньги-то я потратил, а машина у меня мертвым грузом теперь валяется в гараже. С этим надо было что-то делать. И опять мне пришел на помощь Роман. Ну и так как его машина осталась там, у магазина грузовиков, мы побежали туда. И вот по пути я забыл совсем показать вам еще в первой части. На этом острове, как видите, есть некий мод паркур. Он позволяет перелезать через заборы и залезать на небольшие препятствия. В виде сараев или вот таких вот контейнеров. А это иногда очень сильно помогает, особенно на проектах, где очень-очень много заборов. Ну и вот, как видите, мы добрались обратно до магазина. И тут я решил узнать у Романа про те самые нюансы, которые я пытался вам рассказать. А именно, на этом проекте можно выращивать растения. Также здесь развита крафтовая система. Но она так сбалансирована, что она не нагружает игрока своим существованием. А только в случае, если вы начнете заниматься крафтом, вам просто это облегчит существование на этом острове. И яркий пример, это огромный рюкзак, который можно сделать самому. Еще здесь можно выращивать разные виды растений. Но давайте обо всем этом узнаем поподробнее у завсегдата этого проекта Романа Ставируса. А там же еще, например, места забудемные. Вот там вот все видосы делать, непонятно, что есть, что есть. Там какая-то пункт какой-то, знаешь. Вот как вот остаться в живых-то там постоянно, вот этот призрак, залима проходить? Ну, чего-чего, здесь крафт развит. То есть, допустим, рюкзаки вот продаются, как вот у тебя, да, сумочка. Это максимальное, что можно купить, ну, кроме бандитской заставы. Вот, а остальное все в крафте, короче. Тебе надо нефть, естественно, чтобы полимеры сделать, и синтетическую ткань, потом хлопок на эту ткань. Ну, и тут еще, смотри, прикол какой. Вот ты такого раньше точно не видел, и нигде в другом месте. Если у тебя пятый уровень, да, и выше, то на добыче ресурса, скажем, нефть, песок, дерево, есть табличка такая. Подходишь, и с пятого уровня ты просто нажимаешь, чтобы заполнилась машина автоматом. Выбираешь машину свою, и все. И все, и все, сел, ну, в этот момент ты можешь стоять, копать себе в рюкзак, да, а машина будет сама заполняться твоя, то есть, ты понимаешь? Вот это вот все. Ты должен, это, пятый уровень-то качать, тогда тебе будет доступна вот эта штука. Ну, прикольная, да, самонабиралка. Вот. Потом, короче, что еще? Навыки, естественно. Вроневики, эти ремкомплекты на машину, да, они одноразовые. Но, если ты скачаешь навыки, так скажем, читал, да, то ты... А, еще, я купил, покупаешь себе заправку, ну, как, не покупаешь, берешь в аренду любую заправку, которая свободна, где, ты, может, заметил, заезжаешь на заправку, где-то написано владелец, а где-то написано нет владельца. По нет владельца государственная цена 4 доллара за литр. Ты, короче, заправляешься. Если ты, короче, берешь, я вот сейчас возле песка там, который между продажей песка, да, и вот там, короче, на повороте я взял в аренду заправку на неделю, максимум, сколько можно взять на неделю. Взял заправку и, короче, выставил цену, ну, я не загнул так, 6 долларов. И закупочная цена, то есть я могу покупать, я там выставил 130 или 125 долларов, но 125 долларов это одна, а вот ты, которую вот нефть, да, добыл, очистил, любой может продать на мою заправку, даже в мое отсутствие. Одна очищенная нефть, это как бочка считается, то есть это 50, либо 100 литров, по-моему, 50 литров сделали. Короче, и вот ты продаешь только, ну, и сначала я сам привез, потому что если ты просто возьмешь в аренду и поставишь ценник, тебе капать деньги не будут, ты будешь в минусы ходить, потому что, получается, тратиться будет государственный бензин. Вот, а ты, короче, берешь заправку, ты можешь любую взять в аренду, тысяча стоит в аренду на день взять в аренду заправку, выставляешь свой ценник на покупку, на продажу нефти, и все. Если цена привлекательна, допустим, и хорошее проходное место, люди заправляются, эти деньги капают в кассу внутрь. Ты можешь их снимать по тысяче, да, там, ну, сколько хочешь, можешь снять, либо положить деньги, чтобы на закупку было, но тебя также могут и ограбить. Вот, но желательно иметь деньги на заправку, чтобы люди могли приезжать продавать тебе нефть. В общем, короче, ну, вот меня два дня не было, у меня десятка накапала. И вот, из этих денег тебе что-то вот капают, все, что там люди заправляются, все эти деньги в кассу падают, ты потом просто приезжаешь, снимаешь деньги с кассы, а это неплохо, смотри, то есть, допустим, ставишь 7 долларов за литр, люди заправляются, а закупочная цена, скажем, 150 долларов, да, ну, за одну единицу, то есть, получается, это, ну, когда было по 100, ну, это, грубо говоря, ты покупаешь, сколько, за полтора доллара литр, а продаешь за 7, то есть, ну, выхлоп, понимаешь, очевиден, то есть, вот это вот. Вот, и надо все это дело растить, также, по-моему, с мариванну, мариванну тоже растить надо, вот это все, то есть, короче, там не все-то так, здравствуйте. Ты подошел к гербицитам, а росил, у него все сдохло, ха-ха-ха, ты понимаешь, да? Еще подожди, у меня телефон, Алекс, секундочку. Ну вот, друзья, таким вот образом, Роман рассказал нам много интересных подробностей, которые я коснулся только поверхностно, и вряд ли бы я узнал про какие-то растения, и про то, как надо вести бизнес в сфере топливных заправок, ну, и тому подобное. И, тем не менее, проблема, которая свела нас с Романом, остается открытой. Машина у меня куплена, и деньги потрачены, машина стоит мертвым грузом, с этим надо что-то делать. Оказывается, на этом острове есть масса вариантов, как можно решить подобную проблему. Хоть я ее и не придумывал специально, просто так получилось, но мы смогли ее решить. И первый вариант решения моей проблемы с продажей автомобиля, это продажа через гараж, но данная функция пока еще не доступна. Надпись в гараже продать машину есть, но функция пока не работает. Следующий вариант, это продажа через так называемую точку перебивки угнанного транспорта. Но на этом проекте, там можно не только перебивать угнанный транспорт, но и продавать бы его у машины. Но даже это оказался не последний вариант, оказывается есть еще возможность. А то есть можно машину продать через интернет. На этом острове есть подобие сайта с частными объявлениями, где каждый игрок может продать то, что он скрафтил, или то, что он купил, ему уже не нужно. И вот этот вариант мне показался более интересным, и мне просто даже хочется посмотреть, как это устроено и что там можно продать. Туда мы сейчас и поедем, а по пути заскочим еще в пару мест, которые Роман хочет мне показать. Ну, в общем-то мы выдвигаемся. Но в машине у Романа очень мало топлива, поэтому мы сейчас заскочим на эту заправочку. Если тут цена нас устраивает, то мы заправимся. Ну и заодно еще и посмотрим воочию, как это все устроено. Видишь, нет владельца. Вот я сейчас заправляю. И вот эту ты можешь арендовать заправку. Видишь, цена за литр 4 закупка нефти, НДН. То есть, ну вот. Вот, то есть ты можешь ее взять в аренду по тысяче в день, она будет стоить. Выставлять свою цену. Ну и здесь всякая вот там АЗС Маркет, естественно, кофе там, пончик. Ну и действительно, как вы видели, у этой заправки нет владельца. Я на самом деле-то, проезжая по заправкам, даже не обращал внимания, что на некоторых были имена, но я как-то не придал значения. Эту заправку может взять в аренду на неделю любой игрок, вне зависимости, есть у него VIP-ка или нет. Это доступно для любого игрока. Ну и следующая точка на пути нашего маршрута, это как раз та самая симуляция интернет-сайта с частными объявлениями. Давайте пройдем, посмотрим, как это выполнено, что там можно продавать. Ну и как мы видим, действительно, ассортимент просто огромен. По-моему, можно продавать абсолютно все. И вот объявление, которое нас интересует. Видите, продается ЗИЛ, грузовая машина. Это подтверждает то, что я смогу продать здесь свою машину, на которую я не могу ездить. Как утверждает Роман, здесь можно продавать даже недвижимость. То есть можно купить дом и здесь его продать. На данный момент я не увидел объявления с продажей домов, но Роман говорит, что так возможно. Но меня заинтересовало, как же можно здесь продавать машину и как на нее можно посмотреть. И действительно, есть предпросмотр. То есть вы можете перед покупкой посмотреть, что это за машина, какого цвета, как выглядит. Давайте посмотрим. Для этого в верхней строке надо выбрать категорию транспорт, нажать поиск и вот оно, одно объявление. И теперь здесь есть предпросмотр. Смотрите, как прикольно это выполнено. Я не знаю, может быть это баг, но скорее всего это такая юмористическая задумка автора. Но как бы то ни было, выглядит действительно прикольно. И мне кажется, что никакого бага здесь нет. Но даже если это баг, я бы на месте разработчика оставил все как есть. Потому что это действительно уникальная и красивая штука. Я попробовал нажать еще раз, вот смотрите. И как видите, опять получилось то же самое. Но только машина теперь тонет в другом месте. Если помните, до этого она тонула на кораллах. А теперь она тонет на песчаном дне. Ну согласитесь, это прикольно выглядит и интересно. Тем более же все равно, что после покупки машина появится у меня в гараже. Она никаким образом не окажется на морском дне. Но вообще сайт с этим объявлением мне очень понравился. Тема прикольная. Ну а дальше мы решили поехать на точку бандитов или лавка бандитов. Как она здесь называется, я уж точно не помню. Чтобы посмотреть сколько стоит метка бандитская. Ну и посмотреть какую-нибудь одежду. Там одежда продается немного другого характера, нежели в магазине. Вот например у Романа куплена одежда как раз из этой лавки. Ну и я хочу купить себе точно такую же одежку. Сам же лагерь находится на неподконтрольной территории. Эта территория страшна тем, что там бывают аэродропы. Потом я вам его покажу. Но в момент этого аэродропа вокруг него идет радиоактивное излучение. И чтобы подобрать такой аэродроп, нужно какое-то специальное снаряжение. Которого у нас конечно же нет. Но в любой момент аэродроп может упасть рядом с нами и нас просто убьет радиацией. Поэтому территория очень опасная. Также в этом лагере естественно можно купить бандитскую метку. Но бандитская метка стоит 40 тысяч. А по условиям нынешней экономики, экономики этого проекта, это огромные деньги на самом деле. За 4 дня нахождения на этом острове я так и не заработал этих денег. Но я в основном приехал сюда из-за одежды, которая здесь продается. Она как видите уникальна. Как раз сейчас Роман занимается тем, что примеряет одежду. Потому что я не имею бандитской метки, не имею и допуска к этой одежде. Ну он ее показывает просто так, потому что уже предварительно я ему заказал то, что я хочу. А я хочу такую же одежду, какая у него была. Желтая, песчаная. Ну а в целом вы видите, что одежды здесь конечно же много. Одежда разная, интересная есть. Есть какие-то балахоны некрасивые. Но тем не менее. Еще здесь же можно купить и всякие отмычки, стяжки, оружие естественно тоже можно. Ну и какую-то не очень такую сильную амуницию. Шлема, бронежилеты и тому подобное. Но такого. Среднего класса так скажем. Из доступного уже мне, как человеку не имеющему метку, я здесь могу купить только хостовары. Но это тоже плюс, потому что если нет поблизости ничего, то и хостовары тоже подойдут. Ну и вот я прибарахлился в такую же одежду, как у Романа. Теперь Роман стоит, показывает какие там есть еще прибамбасы, всякие аксессуары. Как видите, бороды, балаклавы, очки, намордники, все что угодно для бандитской жизни. Ну и прибарахлившись, мы поехали дальше к следующей точке, намеченной нами заранее. А это точка перебивки украденного транспорта. Но она же является и точкой перепродажи бушного транспорта. И тут на нас напала вот тот самый аэродроп, про который я говорил. Смотрите, как это происходит. Экран начинает рябить мелкой рябью. В ушах слышится жуткая музыка и треск дозиметра. А сзади, как вы видите, столб дыма. Вот это и есть аэродроп. К великому сожалению, показать его ближе я не могу. Потому что, если заметить, то индикатор сердечка, то есть обозначающий нашу жизнь, да, у нас начинает уходить. Хотя мы зацепили только самый краешек этого аэродропа. Поэтому убивает он очень быстро. Только в замедленной съемке, если увидите, то вот увидите. Но, к сожалению, не знаю, как это будет выглядеть на видео. Зато из этих аэродропов, говорят, выпадают какие-то уникальные вещи, которых нет ни в продаже, ни вообще нет нигде. Поэтому есть смысл рисковать, но только нужен костюм. У нас костюма, к сожалению, нет. И жизнь потихоньку все равно уходит. Сейчас поедем лечиться. Но прежде заскочим на точку перебивки, потому как мы уже, на самом деле, недалеко от нее. И надо посмотреть, есть ли смысл продавать машину через эту точку перебивки. Вот, смотри, цена перебивки 16500, цена продажи 27500. Это в два раза дешевше нужно купить, продать. Ну, хотя бы вдвое, хер с ним, а ну что делать-то. Но на самом деле этот вариант продажи автомобиля мне не понравился. Не понравился он не потому, что мне, в общем-то, и экономить-то нечего. Мой автобус стоит 6000, если даже мне дадут половину, 3000, ну и хрен с ними. Это очень не спасет меня. Мне просто очень хотелось повзаимодействовать с этим сайтом, где частные объявления, и попробовать продать там. Но, кстати, Роман придумал тему поинтереснее. Он предложил обменяться автобусами. У него есть похожий автобус, но подороже. Но он человек нежадный, поэтому предложил. Я ему отдам свой автобус, дополнение у него есть, и он сможет на нем работать. Ну, или отдаст кому-то из своих ребят. А мне даст другой автобусик, поместитель не подороже. И мы решили с ним обменяться автобусами с помощью вот этого сайта объявлений. Я подаю объявление и ставлю цену в 50 долларов. То же самое делает он. Я покупаю его автобус, а он покупает мой. Вот такая вот интересная РПшечка у нас произошла. И таким образом он мне помог избавиться от моего автобуса. И подарил мне, можно сказать, машинку подороже классам. Ну, в общем-то, за что ему и спасибо. Ну, и как видите, я тоже заполнил объявление, заполнил текст. Кстати, текст надо заполнять как можно больше слов. Короткие символы не принимаются. То есть, если вы напишите машина, там, хорошо, продаю, нет. Надо дать какое-то описание товару, и тогда он пропустит его дальше. Вот я подал объявление, теперь дело за Ромой, чтобы он ее купил. Он пока отвлекся за телефоном. Ну, а мы поехали после этого отдыхать. Денек выдался не из легких, и мы сидели в аэропорту, и, наверное, еще сейчас просто так разговаривали. Уже не об игре, просто. Просто посидели, поговорили, подходили люди, мы беседовали мирно. И на этом мы с Ромой расстались. Он пошел заниматься какими-то своими делами. Ну, а мне надо было еще доснимать какие-то фрагменты, каких у меня еще не хватало. Ну, а, в общем-то, мне оставалось поснимать недвижимость этого проекта. Надо сказать, что на Тонова дома отличаются просто категорически. Они совсем другие. И вот однозначного ответа у меня, какие дома лучше, на Altice или на Тонова, у меня на самом деле нет. Здесь реально дома просто какие-то другие. Вот посмотрите, как выглядит, например, вот этот дом. Есть лестница, дом огромный, но половина этого дома не задействована. Еще огромную территорию занимают вот эти вот балконы. Если смотреть снаружи, то кажется, дом огромный. Но на самом деле он небольшой внутри. Помещения достаточно маленькие. Ну, а стоимость сейчас вы видите. Да, и сколько контейнеров можно в таком доме разместить. Но это не самый плохой дом. Ну, и вообще, наверное, слово плохой здесь не подходит. Просто эти дома крайне отличаются от того, что мы привыкли видеть на Altice. Здесь дома гораздо разнообразнее и симпатичнее. Но они обманчивые. Вот, например, вот этот дом. Кажется большой, одноэтажный дом. Но на самом деле это всего лишь пол дома. Потому что, зайдя вовнутрь, мы понимаем, что вот эта левая часть, она вообще не задействована. И вот так вот здесь устроены, ну, практически все дома. Ну, так скажем, 90% домов здесь выглядит гораздо больше, чем они есть на самом деле. И вот даже такой симпатичный, снаружи, и вроде бы как маленький домик. И все равно, даже в таком маленьком доме есть часть этого дома, которая никак не задействована. И вот, как мы можем видеть, маленькая четвертинка этого однокомнатного дома, но все равно отжата. Туда не попасть, не пройти, она не задействована. Но на мое удивление, здесь есть малюсенькие сыраюшки, которые даже домом-то не называть. Вот, например. Но и даже его можно купить. И в него можно что-то поставить. Вот, посмотрите. И вы знаете, я думаю, что с такой экономикой, а экономика действительно сложная. Здесь не удастся пойти, два раза пофармить и заработать себе на миллионский дом и на 28 вертолетов. Нет, здесь так не пройдет. Поэтому я думаю, что и такие сыраюшки будут очень востребованы. Тем более, что там можно хранить контейнер. Ну, или вот, кстати, хоть и дорогой, но один из немногих, но более-менее функциональных домов. Стоимость, вы видите, да, 4 контейнера. Гараж у него, кстати, не рабочий. То есть, видите, я зашел в гараж, и мы видим стоимость дома. То есть, гараж это просто антураж. Ну, как видим, он двухэтажный, такая симпатичная лесенка на второй этаж. Но, тем не менее, все равно и в этом доме полдома мертвых. Комнат и не отпирающихся дверей. Но, блин, дома все равно красивые. И вот, что меня еще порадовало. Видите вот это здание? Четырехэтажный дом. Да-да, и его тоже можно купить. И вот, вы знаете, когда-то на этом проекте, когда он еще назывался Ноусом, была мебель. Можно было покупать дома и обустраивать ее мебелью. Если это введут и здесь, то вот из таких домов, которые продаются, можно сделать отличный РП проект в виде офиса. Как раз чего-то подобного нам раньше и не хватало. Здорово, что продается такой огромный дом. Здорово. Ну, надо сказать, что и стоит этот дом тоже здорово. Я, честно говоря, не знаю, где взять такие деньги. Ну и ладно, бог с ними. Туман потихоньку рассеивается. И недалеко от этого здания стоит полицейский участок, полицейский департамент или управление. Называйте, как хотите. Но посмотрите. Нету никаких заборов. Дорога не перекрыта. Нету никаких лежачих полицейских и огроменных вышек. Здесь все цивилизованно и по-человечески. Полиция работает так, как ей положено работать. Так, как она работает в жизни. Они ездят, патрулируют, стоят на оживленных магистралях или в городах. И надо вообще заметить, что на этом проекте нету военизированных группировок и военизированных баз. Нету и никогда их здесь не будет. Здесь будут группировки, но они другого направления. Они не воинственные. Здесь будут байкеры, здесь будут торговцы наркотиками. Но здесь не будет военных. Никогда. Именно так заявляет администрация. И я, как человек знакомый с этим проектом, могу подтвердить. Да, военных баз здесь не будет. И вот в комментариях как-то меня спрашивали, какой бы проект я мог посоветовать. Где бы можно было поиграть к человеку, которого уже достали гопники. Я не могу ручаться, что сюда не зайдет гопота и не испортит вам весь геймплей или ваше РП. Но на данный момент мне кажется, что вот это самый лучший проект из тех, которые я обозревал. Если хотите, ребята, заходите. И обычно я не оставляю никаких ссылок на те проекты, которые я обозреваю. Но на этот проект я оставлю всю необходимую информацию под этим видео. Но у меня на этом все. Хотелось бы показать вам еще много и много всего. Этот остров действительно пестрит всякими новшествами, какими-то изобретениями, какими-то нововведениями. Но на все не хватит времени. Я что смог, то вам показал. Если кому-то понравилось, кто-то хочет поиграть и попробовать этот проект сам, он открыт. Он в бета-тестировании. Всегда вам будут рады. Заходите, играйте. Но у меня на этом все. Мне пора идти искать новые острова, новую жизнь. Всего вам доброго.